Решите уравнение в целых числах. Как обычно перед просмотром, жмите паузу, пробуйте решить. В левой части квадратный корень, а это значит, что у должен быть больше либо равным нулю. То есть у представляет собой целое неотрицательное число. Возведем обе части уравнения в квадрат, то есть избавимся от одного из 2022 квадратных корней. В результате в левой части мы получим подкоренное выражение под знаком первого корня. А в правой части мы получим у в квадрате. По условию задачи, х и у целые числа. А это значит, что у в квадрате также представляет собой целое число. Но тогда и оставшийся корень представляет собой целое число. То есть оставшийся корень будет равен какому-то неотрицательному целому числу m. Дальше мы можем возвести в квадрат уже новое равенство. И доказать, что оставшийся корень также будет целым числом. Таким образом, после возведения в квадрат 2020 раз, мы дойдем до квадратного корня из х плюс квадратный корень из х, который должен также быть целым неотрицательным числом. А значит и сам корень из х также должен быть целым. Пусть корень из х равен n, где n целое неотрицательное число. Тогда из последнего уравнения х будет равен n в квадрате. Подставляем х в предыдущее равенство. Получаем квадратный корень под корнем n в квадрате плюс n. И все это должно быть равно какому-то неотрицательному целому числу k. Попробуем оценить получившийся корень. Под коренное выражение n в квадрате плюс n будет больше либо равно n в квадрате и меньше, чем n в квадрате плюс 2n плюс 1. То есть n в квадрате плюс n будет больше или равно n в квадрате, но меньше, чем n плюс 1 в квадрате. Но тогда нужный нам квадратный корень будет больше или равен квадратного корня из n в квадрате, то есть больше либо равен n, но меньше, чем квадратный корень из n плюс 1 в квадрате. То есть меньше, чем n плюс 1. Причем мы помним, что сам корень представляет собой какое-то целое неотрицательное число k. Итак, какое-то целое неотрицательное число k должно находиться в пределах от n до n плюс 1. Но на этом промежутке находится только одно целое число. Это число n, откуда следует, что k равно n. Итак, квадратный корень из n квадрат плюс n должен быть равен n. Возводим обе части последнего уравнения в квадрат. Получаем n квадрат плюс n должно быть равно n в квадрате, откуда n должно быть равно нулю. Возвращаемся к переменной x, то есть x должен быть равен нулю. Подставляем вместо x0 в первое уравнение. Получаем y, который должен быть равен нулю. Пишем ответ. Уравнение имеет единственное решение. x должен быть равен нулю и y при этом также должен быть равен нулю. Задача решена. Кто разобрался, ставьте лайк и обязательно напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok